Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии Елены Самариной. Вот главное к этому часу. Штормовой прогноз объявлен в Алтайском крае. Сегодня и завтра ожидается ветер 30 метров в секунду. В выходные температура резко перейдет с плюса на минус. Шесть участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и гололеда. По прогнозам синоптиков, непогода продержится весь день. Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий приехал в Барнаул накануне. Он посетил торговые точки и промышленные предприятия в краевой столице. В Алтайском крае из-за непогоды на опасных участках организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Выставлены посты ГИБДД. На случай необходимости подготовлены пункты обогрева. В Освелихинском районе, где наиболее высок риск возникновения происшествий, связанных с непогодой, работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели регионального управления по делам ГО и ЧС Алтайского края. Спасатели западно-сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова находятся в городе Олейске. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части с техникой высокой проходимости направлены в райцентр Троицка. Ситуация находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Предпринимаются все меры для дальнейшего недопущения серьезных последствий непогоды. Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий побывал в Барнауле. Лидер ЛДПР посетил супермаркет, где изучил цены на товары, побывал на молочном комбинате и заводе «Анити». Подробности смотрите далее. Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий побывал в Барнауле. Председатель ЛДПР посетил один из супермаркетов, изучил стоимость молочной продукции «Круп и яиц». Это часть проекта «Честная цена». Он направлен на то, чтобы производители не вводили людей в заблуждение путем использования нестандартных упаковок. Вес или объем товара уменьшают, а цену оставляют прежней. К примеру, крупы продаются в пакетах весом 800 грамм, молоко в бутылках объемом 900 миллилитров, а яйца по 8-9 штук. Мы уже осенью вносили и неоднократно за историю ЛДПР вносили законопроект о честной цене. К сожалению, партия парламентского большинства, как неоднократно бывало за нашу историю последних 30 с небольшим лет, законопроект был отклонен. Тем не менее, внесем его снова. Это нужно в интересах потребителя. И мы не раздуваем что-либо. Мы просто говорим о том, что надо все вернуть на круги свои и не обманывать по факту нашего потребителя. Кроме того, Леонид Слуцкий побывал на Барнаульском молочном комбинате. Посетил аппаратные творожные цеха, лабораторию предприятия, а также пообщался с сотрудниками. На БМК изготавливают более 200 видов продукции. В летний период времени на всех площадках завода перерабатывают до 700 тонн сырого молока. По итогам 2022 года комбинат вошел в топ-30 рейтинга крупнейших перерабатывающих компаний молочной отрасли России. Леонид Слуцкий отметил, что в России надо повышать качество детского питания, а здесь оно безукоризненное. Надо делать все возможное и невозможное для того, чтобы детское питание у нас было на уровне, чтобы номенклатура его была пошире. Все для этого делается. Так что подобные предприятия надо поддерживать. Затем кандидат в президенты побывал в Алтайском научно-исследовательском институте технологий машиностроения, который входит в состав алтайских машиностроительных заводов «Алмаз». Здесь производят отечественные аналоги комплектующих и запчастей для сельхозтехники. Леонид Слуцкий отметил, анетим – это квинтэссенция науки и промышленного производства. Тяжелая брона, которая здесь изготавливается, причем на очень небольших помещениях и ряд других передовых эталонных образцов нашей сельхозтехники, действительно доказывает, мы сохранили, мы умножили наше сельхозмашиностроение. Один из сельхов – 2200 квадратов, а продукция, которая производится, дает прибыль, анетиму порядка миллиарда рублей в год. Поэтому действительный эталон. Алтайский край стал 16-м субъектом, который лидер ЛДПР посетил во время избирательной кампании. Добавлю, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента России – Владимира Путина, Владислава Даванкова, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Владимир Токмаков, Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. Количество самозанятых в Алтайском крае за минувший год серьезно выросло. И на начало 2024-го составило почти 105 тысяч человек. Мой коллега Глеб Полянский сейчас находится в Кожевиной мастерской, чьи владельцы стали самозанятыми и смогли осуществить мечту о собственном бизнесе. Глеб, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в одной из мастерских Барнаула, где ведет свой бизнес самозанятый Артем Капустин. Кстати, количество самозанятых в Алтайском крае за прошлый 2023 год увеличилось в полтора раза. Артем, здравствуйте. Добрый день. Вы занимаетесь производством изделий из кожи, правильно ли? Верно. Ну, сложно ли сделать вот подобное изделие, такой вот портмоне, кошелек, как это правильно назвать? На сегодняшний день мне нет. Вам, я думаю, будет сложно. Все равно нужно знать какие-то базовые вещи, то есть уметь резать ножом, банально ставить руку, знать, какую кожу выбрать, потому что даже, казалось бы, такой простой кошелек из любой кожи не получится. Нет, он получится, конечно, но какой он будет и как им будет пользоваться, удобно или нет, это другой вопрос. Поэтому, ну, такую портмонежку можно сделать минут, наверное, за 20-25, ну, на сегодняшний день. Ну, и, насколько я знаю, у вас профессиональное образование в совершенно другой сфере, и вы раньше занимались сферой культуры, как ни странно. Как пришла идея вообще заняться ремесленничеством? Супруга моя подарила браслеты на один из праздников, такие парные браслеты, где были там гравировки, надписи какие-то, вот. Так как я человек любопытный, люблю все разбирать, изучать, я браслет этот разобрал по прям частям, и подумал, блин, а почему не делать такие же вещи, это интересно, здорово, то есть попробовал, помню, потратил совсем небольшие деньги, купил в местном магазине пару иголок, катушку ниток и кусок кожи, такой чопорный, твердый, просто шмат. Дома на коленке, буквально на полу, там, ножами что-то навырезал, шилом напроколол, там, сшил, что-то получилось. То есть, вот, ну и потом начал. И внезапно это даже кто-то купил, насколько я понимаю. Ну, второе или третье изделие купили уже, да, то есть, ну да, так и, в принципе, началась эта история. Ну, в чем плюс именно статуса самозанятого и помогало ли вам чем-нибудь государство вот в вашей деятельности? Сказать честно, самозанятый статус, это на самом деле, ну, интересный статус. Он дает гораздо больше возможностей для реализации. Очень много федеральных программ по поддержке самозанятых, льготные кредиты, соцконтракты, которые позволили нам купить очень много оборудования. Там, машины, брусовочную машину, световое оборудование. То есть, ну, прям, действительно много мы всего купили на эти контракты. То есть, самозанятый, да, это интересная история, советую. Ну, что ж, успехов вам желаем в вашей работе. С удовольствием будем наблюдать за ростом вашего бизнеса. А я пока прощаюсь с нашими коллегами и с телезрителями канала «Акатунь-24». Уже в следующих выпусках новостей расскажем подробнее о развитии бизнеса самозанятых в Алтайском крае. Глеб, спасибо. Ждем вас в редакции с подробностями. Сегодня в детской библиотеке имени Крупской презентуют серию детских книг писателя Ирины Цхай «Чей малыш». Моя коллега Марина Семичева сейчас на месте. Марина, привет. Расскажи, что за книги входят в серии. Здравствуйте. Действительно, серия книг Ирины Цхай вышла в Ростове-на-Дону весной прошлого года. А теперь презентация книг состоялась и в Барнауле. О том, что это за книги и как происходит процесс писательства, нам рассказала сама Ирина Цхай, автор книг. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла идея написать вот эти вот книги? В 2017 году в издательстве «Онтология» это Санкт-Петербург я работала редактором. И в этом издательстве вышла моя книга «Как букашечка маму искала». Я основала серию «Мой удивительный мир». Издатель поставил задачу сделать серию научно-познавательных сказок для дошкольников. И вот эта книга «Как букашечка маму искала» очень понравилась московской культуртрегеру Кристине Хомяковой. Она сказала, а давайте сделаем серию вот таких книг, как «Букашечка маму искала». И я растерялась, говорю, а как серия? Она говорит, да давайте возьмем других животных и сделаем сказки про них. Но тоже познавательные сказки. Потому что вот этот сам по себе сюжет, как какой-то звереныш ищет маму, он всем известен. Правильно ли? Всем известный и часто используется. А в наших сказках малыши не просто маму ищут. Они узнают много интересного о биологии других видов. И, наконец, находят свою маму. Соответственно, и маленькие читатели в сказочной форме узнают научные факты из школьной программы по биологии. И многие факты, вот даже некоторые я не знала, пока не стала готовить эту книгу. Таким образом, Кристина Хомякова является разработчиком вот этой серии «Мой малыш», которая вышла в издательстве «Феникс». Там четыре познавательные сказки. Покажем их, да? Да, конечно. Давайте. Итак, как динозаврик маму искал вот этот малыш. В конце выясняется, какому он виду принадлежит. Дальше. Как котенок маму искал. Вы понимаете, все ведь писатели разные. Все писатели разные. Кому-то легче одно, кому-то другое. Я для взрослых же тоже пишу. Бывают у меня и удачи. У меня рассказы мои для взрослых вышли в сборниках издательства «Эксмоэстэ», «Москва». Да, у меня есть рассказы для взрослых и публикации стихов для взрослых. Но книги для детей – это, наверное, мои самые любимые. И не только познавательные, но познавательных сказок у меня пока больше. Потому что я биолог по образованию. И мне очень хочется, чтобы дети познавали наш мир и узнавали правду. Потому что сейчас очень много ошибок в детских книгах. Как в рисунках, так и в текстах. Перепечатывают ошибки из сайта в сайт. И это очень досадно. Хочется как-то улучшить ситуацию. Даже в школьных учебниках я нахожу много ошибок. Спасибо большое, Ирина. Желаю вам творческих успехов. А полный выпуск мы подготовим к следующему эфиру. Передаю словам коллегам в студию. Марина, спасибо. А я продолжу выпуск. Теперь о культуре и о спорте одновременно. Презентация книги «Основы армейского рукопашного боя. Ударная и защитная техника» прошла в библиотеке имени Шишкова в Барнауле при поддержке фонда Шаманова «Защитники Отечества». Этот вид единоборства по большей мере сейчас военно-прикладной вид спорта вооруженных сил России. Но интересно, пособие будет не только для военнослужащих, но и для допризывной молодежи, которая занимается в военно-патриотических клубах. Так считает сам автор Владимир Авилов, тренер-инструктор по рукопашному бою. Армейский рукопашный бой, по его мнению, синтез всего лучшего, что есть в многообразии других видов единоборства. В книге он обобщил свой опыт, а помогали ему кафедры физподготовки Рязанского училища ВДВ и кафедра рукопашного боя Военного института физической культуры Санкт-Петербурга. Пришли к выводу, что для данного военно-прикладного вида спорта необходимы учебно-методические пособия. Сегодня активно развивается этот вид, проходят соревнования, турниры. А вот с учебно-методической базой немножко, то есть чуть-чуть приотстали. И вот сейчас мы эту ситуацию поправили. Авторы книги уверены, что этот спорт безопасен, обеспечивает эта экипировка. Мечтают, чтобы армейский рукопашный бой получил большее развитие среди подрастающего поколения. Армейский рукопашный бой в крае развивается в Барнауле, Рубцовске, Бейске, Олейске, Заринске, Новоалтайске, Затосибирском, Волчихинском, Зональном и Советском районах. Кстати, на презентации сразу показали несколько приемов из книги. Отработали теорию. И к этому часу пока все. Еще больше новостей можно найти на нашем официальном сайте katun24.ru. Не переключайтесь и не забывайте следить за нами в социальных сетях. Я напомню, что мы есть в Телеграме, в Одноклассниках и во Вконтакте. Подписывайтесь, предлагайте свои темы. И о самых интересных мы расскажем в эфире нашего телеканала. Также не забывайте смотреть кодопогоду на Катунь24. Субтитры сделал DimaTorzok